Максим Венчанов Я обратил внимание, что количество психотерапевтов Роман что-то заметил Спрос рождает предложение У нас реальную проблему появился Ваше психологическое здоровье Меня зовут Максим Кончаров Я руководит Академии Адидас Вообще я тоже врач-психотерапевт Но это есть свои причины Я не делал свою практику Просто я сейчас выкажу большим проектом И Роман заказал вот такое название Как найти время для цели жизни Я не стал Места В общем В общем Я так и занес Вчера буквально Размышляя над Ну над этой темой Я подумал, что Если этот вопрос Вообще в вашей жизни возникает Допустим, как найти Время для цели в жизни То выводов два Первое, либо у вас цель уже есть Вам время не нужно Либо у вас просто нету жизни И отсюда я подумал Что можно попытаться вам дать Что-то такое Новое Свежее, ценное И мне понравилась Буквально там Одна реплика Очень сильно Из того, что не звучало Что Ну о каких-то банальных Там вещах Я тоже не хочу вам Рассказывать Потому что вы это все и знаете А учитывая, что я все-таки Психотерапевт Я и буду в эту сторону Все время Тянуть Тем более, что убежден Что это самое интересное обычно Цель в жизни полезная штука На это многие вещи Многие люди указывали Они освещают нам путь И так далее Я подумал, что Наверное, вокруг мы это построим И даже сделаем Парочку упражнений Которые позволят вам И пообщаться И что-то полезное Для себя унести С сегодняшней сессии Целей бывает очень много И сегодня, по-моему, тоже Какие-то классификации Возможно, звучали И это и наш собственный И не наш собственный Чужие, формальные Настоящие И срочные И не срочные И самые разные Просто для того, чтобы вы понимали Что этих классификаций Тоже, наверное, может быть очень много Вот Но, по сути дела Ответ очень прост Было бы зачем, найдется и как Поэтому, когда мы говорим О целях Наверное, стоит понимать Что это, прежде всего, ценность И сегодня это слово звучало Вообще Мне кажется Очень много раз И даже приводились примеры И у нас Вся наша академия Тоже построена на идеях ценностей Я подумал, с этого Можно попытаться и зайти И немножко вас как бы вдохновить Тем более, что Я уже увидел, что это работает Кто-то себе Вещь купил Мяч, который Ну, видели Официальный мяч Будущего чемпионата мира Называется «Красава» Да Вот И Вот Вот Поэтому Хорошая мечта Она, конечно, вдохновляет Воодушевляет И вся наша академия И программа Академии Она, собственно, направлена На то, чтобы люди жили более полной жизнью Ну, это не так Упростить Все лишнее убрать Я подумал, что Хочу зайти на нашу с вами тему С небольшого видео Которое Обычный смертный не видит Но вам Вышествует Дружнеобычный Хоть и смертный Думаю, перевод не нужен Спорт 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 А space where people can do what they love. An ocean to surf. A mountain to climb. A path to explore. A surface to inspire. But, sports spaces are in danger. Pollution is increasing. And so is waste. Energy consumption is growing. As we are more than 7 billion on this planet. And sometimes, people are not treated the way they should be. For our love of sport, we want to take action now. To ensure that sport continues to be an infinite source of happiness. We want to be the guardians of the spaces of sport. And tackle the challenges where sport is made. Sold. And play. For our product, we value water. Innovative materials. And conserve energy. For our people, we empower them. So they can unlock their potential. We also strive to bring sports to everyone. So they can live a healthier lifestyle. And we will continue to harness the power of sport. To inspire people to be agents of change. В который раз пересматриваю ролик. Он такой довольно эмоциональный. Я хотел спросить у вас. А какие переживания у вас он называет? Ну так, кратко. Желание заучаствовать. Так, спасибо. Ну, у меня мурашки все время пробегают, когда я смотрю этот ролик. Он очень свежий буквально там для внутреннего пользования, так скажем. Но весь ролик построен вокруг каких-то базовых ценностей. Можете их назвать? Как вы думаете? Вот о чем здесь? Вот какие там может быть главный элемент? Здоровье. Так, есть такое дело. Семья. Семья. Ну, можно взять чуть шире, да? Слабода. Может быть про людей. Дети. Дети, семья. Ну ладно, давайте так. Дети, семья. В общем, люди там явно. Развитие, про которое тоже сегодня звучало. Еще что-то, да? Защита будущего. Окружающая среда. Да, все. А? Командная игра. Вот, вот, вот смотрите. Вот, по сути дела, действительно, чем на наш взгляд ролик прекрасен. Он охватывает ценности, которые, вокруг которых вот мы, например, лично строим всю нашу работу здесь. И Adidas в частности, это, собственно, спорт, естественно, да? Мы спортивная компания. Это культура, это люди, да? И окружающая среда. Все. Вокруг этого. Это создание сообществ, да? Причем, вот если так взглянуть, то, ну, вот эти вот круги, они накладываются, да? То есть это здоровый образ жизни, да? Это сообщество людей, объединенных общими там ценностями. Это healthy lifestyle, ну и так далее. Так вот, какое отношение это имеет к цели, да? Когда у тебя есть совершенно такая, ну, четкие, понятные ценности. Вроде как вопрос, куда идти, особенно там не стоит. Понятно, что куда идти, и хоть ты там можешь на какое-то время запутаться. Поэтому, в принципе, хорош, одна из характеристик хорошей цели, она делает нас живее. Она побуждает что-то делать, не оставаться на месте, и хочется двигаться вперед. Мне кажется, вот эта эмоциональная составляющая цели тоже, тоже очень важна. И мы вроде как об этом знаем, но мы все живые люди, и как только мы выходим в какую-то другую действительность, что-то такое начинает происходить, и мы, ну, начинаем откладывать это дело куда-то, там, увлекаться чем-то другим. И на это есть свои причины, я хотел, чтобы мы на них посмотрели. Ну, и есть такая категория полезных вопросов, да? Я выбрал всего три. Например, зачем нужна цель? Появление цели, что оно вообще должно изменить в твоей жизни? И как оно связано с мечтой? Вот, например, одна из причин, почему мы вообще затеяли Академию, Adidas Academy, состоит в том, что мы хотим, чтобы люди внесли спорт в свою жизнь. Как это делать? Ну, это невозможно делать, просто взяв и рассказав им, идите, занимайтесь спортом. Мы через это прошли, это не работает. А вдохновлять через собственный пример. Для этого у тебя должна быть мечта. Ты должен гореть, жить этим, и как-то, в общем, в эту сторону двигаться. Поэтому мечта, наверное, стоит первично, и из нее вытекают все последующие цели. Что же нам мешает? Вот я бы хотел, чтобы мы в этом чуть-чуть вот с вами поразбирались, учитывая, что сегодня у нас такой вообще психологический настрой. Ну, понятно, про мотивацию можно говорить там много, она бывает очень разная, бывает конфликтная, смешанная. Мы существа психологические все время чего-то хотим, а как только собирается больше одного человека, сразу возникает конфликт. Я чего-то хочу, ты чего-то хочешь, не всегда совпадает. Поэтому она тоже не одинаковая. Нарастающий темп жизни. Обратили внимание, что все нужно быстро, качественно, желательно недорого, поэтому говорят, выбирай любые два. Темп – очень существенная история, в которой нужно научиться выбирать тот темп, в котором ты и дело сделаешь, и радость не упустишь. Гонка за достижением. Все должно получаться, все должно получаться быстро и так далее. Вот это бесконечное давление тоже заставляет нас увлекаться какими-то вещами, которые, ну, хоть и приносят ситуативное удовлетворение, но ощущение счастья, благополучия жизни могут забирать. Сами цели могут быть неясны. Просто не очень понятно, что из этого выбирать. Приоритеты расставить бывает очень сложно. Но это еще не все. Для того, чтобы у нас что-то получалось, у нас должны быть какие-то ресурсы. Соответственно, их нужно как-то описывать, их надо называть словами, в них нужно научиться ориентироваться. Проблемы самооценки. Ну, например, от чего зависит самооценка? Я молодец, пока у меня все получается, пока у меня ничего не болит. А если все болит и ничего не получается, что-что, я уже не молодец. Вот предыдущий оратор рассказывал про установки. Они имеют самые разные названия. Это вот некоторые такие конструкты, концепции, которые предписывают тебя, как мир устроен, как ему надо относиться. И часто на этом мы строим свою жизнь. Избыток личных проблем. То есть у тебя стоит четкая цель, все красивые ресурсы есть. Бат, у тебя дома проблемы. Не знаю, ребенок кому-нибудь глаз дал или из школы собираются, или с партнером какие-то проблемы. И на какое-то время тоже твои цели могут откладываться. Что же со всем этим счастьем делать? В то же время, в самом время, понятие – это способность. Вот сегодня Дмитрий, предыдущий спикер, он говорил о том, что ценность – это поведение. Время – это тоже, в принципе, поведение. Это некоторая способность распоряжаться своим прошлым, настоящим и будущим. Это еще и способность находить время для кого-то, для чего-то, не забывая о себя. А раз это компетенция, она может быть развита. Так вот, давайте теперь возьмем одну довольно несложную концепцию и попробуем посмотреть. Прежде чем что-то менять, надо понять, что на что. Правильно? Вы, допустим, решили, что в вашей жизни нужно время под цель, время, место под цель, но что-то происходит, что я этого не делаю. Так вот, с психологической точки зрения правильно посмотреть на то, а что вы такого делаете, что заменяет то, что вы считаете должно делаться. Ну, вы же живой человек, вы компетентный, у вас уже есть свой опыт, но раз вы этого не делаете, вы в этот момент обязательно делаете что-то другое. На что вы расходуете свои силы, как вы уже расставили приоритеты, сделали вы это сознательно или не очень. Вот именно в этом можно попытаться подразобраться. Вся наша концепция внутри Академии, она построена вот на этой простой идее, что вся наша с вами жизнь состоит всего лишь из четырех сфер. Вот слышали такое выражение, что жизнь многогранна? Вот, все это вранье. Вот есть четыре сферы, которые в нашей жизни стоят. Давайте проверим это. Какая, ладно, не буду давать какая, сразу скажу. Одна из сфер, это тело здоровья. Есть такая сфера у вас? Тело здоровья. Сфера тела здоровья. Это все, что вращается вокруг тела, здоровья, для здоровья, для тела. И все, что делаете вы с телом, со здоровьем. Ну, какие атрибуты нашей повседневной жизни связаны с телом и здоровьем? Питание. Питание. Гигиена, да. Фитнес. Сон, физические нагрузки. Ну, что еще? Все правильно называется. А физическое здоровье. Внешний вид, да. Мейкап, одежда, да. Лечение, если необходимо. Ну, в общем, все правильно, понимаете, да? Ну, секс можно сюда отнести, да, если все правильно понять. Так. Это потому, что это делается для тела и для здоровья. Если вы утром идете пешком, потому что пытаетесь создать себе физичную нагрузку, то это для тела. Если вы идете пешком, чтобы денег сэкономить, это не сюда. Это в следующую сферу. Вторая сфера называется работа-достижение. Эта сфера тоже есть у абсолютно любого человека, вне зависимости, делайте вы работу за деньги или бесплатно. Ну, например, это карьера, учеба, зарабатывание денег, это дела, которые нельзя не делать. Ну, дома, например, да? Вот если, скажем, женщина сидит в декретном отпуске, ну, или мужчина сидит в декретном отпуске, есть дела, которые нельзя не делать. Ну, там, дизина окормить, убирать, в общем, там, что-то выносить, приносить. Правильно? Вот. Иногда этого больше, чем, да, то, что люди делают за день. Эта сфера тоже есть. В каком-то смысле наши с вами здесь сборища тоже предполагают, что что-то мы учим, узнаем, исследуем, ну, и телу достается, что-то мы поедим, да, и там разомнемся, ну, и развлечемся, и так далее. Третья сфера. Называется контакты и отношения. Такая социальная сфера. Есть у вас контакты и отношения? Какие атрибуты этой сферы вы знаете? Общение, дом, семья. Друзья, семья, заведения новых знакомств, поддержания прежних, да, какие-то там социальные активности. В общем, это все, что связано с общением ради общения. То есть, вот это очень важно, что общение ради общения. Не общение просто с людьми. Например, если вы работаете кондуктором, то это не означает, что вы общаетесь, и уйдя с работы, вы снова к ним стремитесь, да? Нет. Контакты, общение означает, вы ушли с работы, у вас появилась другая сфера, вы встречаетесь с людьми, потому что они вам интересны вне работы. Улови. Есть еще одна сфера, как думаете, какая? Духовность. А? Духовность. Духовность. Ну, да, есть такая сфера. Она называется сфера смысл, будущее, сфера мировоззрения, жизненной философии, религии и так далее. То есть, это сфера, которая отвечает на вопрос, а что тебе вообще в этой жизни надо? Итак, все, больше нет ничего. Вот смотрите. Проверить это очень легко. Возьмите любой элемент жизни, и мы с вами обязательно его припишем куда-нибудь вот сюда. Ну, давайте проверим. Назовите что-нибудь из жизни, проблему какую-нибудь. Психотерапевт. Психотерапевт. Ну, хорошо. Я сказал любую, значит, любую. Итак, смотрите, давайте так. В контакте. Что можно пообщаться о будущем, можно пообщаться о будущем, потому что психотерапия предполагает способность, вернее, компетенция, которая позволяет человеку жить собственными целями, интересами и так далее. Ну, и с ним можно общаться, потому что больше нескольких. Никто тебя не хочет слушать, это психотерапевт хоть и за деньги готов с тобой разговаривать. На любую тебя. Ну, и в конце концов, у тебя может быть друг психотерапевт, и то, что он оказался психотерапевтом, для тебя может вообще не иметь никакого значения. Ну, просто друг хороший. Вот у меня есть хороший друг, Иван Кириллов, да, мой лучший друг. Он психотерапевт, что поделать? Ну, вот так случилось. Да. Да. Но правда, это действительно тот человек, кому я позвоню, когда у меня там прям надо прям сильно поговорить. Вот. Так что, все. Вот смотрите, есть 4 сферы. Я вам приведу еще один пример. Банальный, потому что сейчас мы перейдем, собственно, к некоторым упражнениям. И, возможно, я даже, мы же с вами, частью из вас уже встречались, поэтому, возможно, я этот пример приводил, но для тех, там было у вас меньше, поможет, да? Ну, в общем, если человек говорит, я занимаюсь спортом, хожу в фитнес-клуб, то какая мысль приходит, куда его стоит отнести? Ну, видите, появились версии, да? Что правда, человек может ходить в фитнес-клуб из-за тела здоровья? Ну, такое случается, правда. Действительно, вроде как, даже и главное это предназначение. Но не всегда так. Вопрос, могут быть и другие ценности. Почему? Он туда ходит, потому что он там работает. Там ему зарплату платят, он там инструктор, администратор и так далее. Либо он может заниматься спортом, потому что у него есть цель накачать, пробежать, ну, в общем, килограммы, сантиметры, километры и так далее. Да? Потому что, скажем, физическая культура это сюда, а спорт это вот сюда. Понятно. Он может ходить в фитнес-клуб, потому что там что? Там другие люди, у них есть форма, у тебя тоже, у вас есть его обои, карточка, ну, там, вы друг друга распознаете издалека. То есть есть как бы люди из одной тусовки, поэтому это социальные контакты. Кто там вообще судьбу свою устраивает? Поэтому, ну, если вы были хоть раз в фитнес-клубе, там огромное количество людей, которых вот это все вообще не интересует вот это. Ну, и, конечно, могут быть люди, для которых спорт это такая религия, да? Ей надо жить и так далее, там, развиваться, внести доброе и светлое. Вот. Поэтому вот эта концепция предполагает, что вот эти четыре измерения есть абсолютно у любого человека. Этим мы с вами все похожи. Отличаемся в то же время мы все с вами тем, что содержание и ценность каждой сферы абсолютно разные. Есть люди, помешанные на здоровье, да? Ну, просто все, там, пунктик, да? Есть, которым наплевать на здоровье. Есть люди, помешанные на работе, ну, и так далее. На каждую сферу есть свои цены. Поэтому вот это тоже четыре большие категории ценностей. Сегодня про ценности говорили. Вы много говорите. Вот еще вам одна классификация ценностей. Каждую можно разложить. Так вот, какое отношение это имеет, собственно говоря, к теме целей? Потому что если мы с вами возьмем и просто решим составить список своих целей, то эти же цели в каком-то смысле тоже можно разложить вот по этим сферам. Часть из них могут касаться темы вашей внешности, тела, здоровья. Часть из них может касаться достижений, отношений, ну, и там, жизни, после жизни. Ну, ничего хотите, правильно? Вот. Ладно. Раз у нас есть вот эти четыре сферы жизни. Ну, приняли эту концепцию. Давайте, это такие очки, через которые мы просто смотрим теперь на мир. Не понравится, не будете смотреть. Ну, вот сейчас посмотрим. Это означает, что у нас у каждого с вами эти четыре сферы жизни есть. И через них мы как-то свои проблемы решаем. А значит распределяем свои силы. И поэтому давайте-ка сделаем маленькое упражнение. Возьмите листок бумаги. Вот у вас там есть. Там есть даже на одном листочке написано мое имя. Больше ничего не написано. Вот там можно все это нарисовать. И мы с вами сделаем маленькое упражнение, которое называется моя личная модель баланса. Мы сделаем два таких упражнения на одном листочке. Да. Значит, вам на этом листочке. Нужно нарисовать систему координат. Просто крестик. Ну, пять на пять. Достаточно будет. Получилось? Просто крестик такой. Да. Систему координат. И теперь самое важное. Смотрите. У вас есть четыре сферы жизни. Вверху будет тело. Ну, также, собственно, тело, работа, отношения, сфера смысла. И у вас есть какое-то количество жизненных сил, жизненных, жизненной энергии. Давайте так это назовем. И возьмем это за сто. Вот здесь вот у вас есть сто процентов жизненных сил. Есть у вас сто процентов жизненных сил? Ну, в общем, сколько есть, возьмите за сто. Вот это количество сил у вас сто. Теперь задача очень простая. Вам нужно прикинуть и в течение, может быть, там, полутора-двух минут подумать и распределить свои вот эти жизненные силы и вот по этим четырем сферам жизни. Примерно. То есть не торопитесь. Не торопитесь. Дослушайте до конца, потому что, ну, чтобы не исправлять. Значит, у вас есть какое-то количество жизненных сил, и у вас есть сфера тела. Для кого-то сфера тела забирает колоссальное количество сил. Вы встаете утром, там, в специальную фазу луны, там, да, будильник заводите, мерите пульс себе, потом там стакан в одну. То есть, короче, чтобы проснуться и выйти на кухню, там, ну, просто колоссальное количество сил. Не дай бог не на ту ногу встал, все, все сорвалось, надо замок. Едите специальную еду, тренировки по часам. Ну, вот это все, это вокруг тела, вы много чего. Вот этим мылом я пользуюсь, этим нет, это по вторникам, это по средам и так далее. Либо кто-то встал, носки одел, все, и пошел. Все, вот оно, собственно, все занятия телом закончилось. Тоже, ну, другая крайность. Вам нужно прикинуть, сколько в процентах из 100 жизненных сил вы тратите на ухаживание за телом, за своим здоровьем. Вот сколько вы туда его инвестируете. Сделайте шаг в 5%. Ну, там, 20, 70, 5, ну, не надо писать 13,2, это ни к чему. Вторая сфера, которая, скорее всего, вам проще дастся. Сколько энергии уходит на работу? Дофига пусть будет. Ну, да. Просто для одного дофига это 8, для другого это 98. Поэтому вот здесь попробуйте прикинуть, сколько в процентах уходит на работу. Причем на работу, или у меня хороший слух, или у вас хорошая дикция, да. Ладно, следующий, следующий. Вот еще раз, следующая сфера, которую очень легко перепутать. Сколько в процентах ваших жительных сил уходит на общение ради общения? Сфера контактов. То есть, что это значит? Что вы находите, поддерживаете этих людей, строите с ними какие-то отношения, находите время, чтобы с ними провести время и пообщаться, а не просто потому, что вы сидите рядом и вынуждены это делать. Это общение может быть и на работе, и вне работы. Это могут быть члены вашей семьи, друзья, и какие-то незнакомые люди, и так далее. Сколько процентов? Ну, и последнее, финально. Сколько энергии вы тратите на размышления о будущем? На постановку каких-то долгосрочных планов, например, чего я вообще хочу в жизни лет через пять, через десять? То есть, не просто список дел на завтра, потому что список дел на завтра, вот это такое планирование может иметь отношение к вашей работе. Вы, конечно, должны знать, что будете делать завтра. В итоге у вас получится какое-то подобие ромбика. Вот подобие ромбика. У кого-то, может, треугольник будет, не знаю. Но комментарий следующий. Смотрите, вот здесь вот у нас энергия, а не время. Потому что следующим упражнением мы сделаем историю проблемы. Понимаете разницу? За единицу времени можно потратить разное количество сил, правильно? Ну, например, скажем, охранник в сельской библиотеке тратит одно количество энергии, да, там, скажем, нейрохирург за час другое. Как в том анекдоте, да, вчера случайно две смены от работы, да, как так? Так, вовремя не разбудили. Вот так и будет. У вас получится подобие ромбика, и вот сделайте это, и я скажу, что делать дальше. Причем, даже если вы не уверены, нарисуйте, что, думаю, примерно так, потому что у вас появится возможность это скорректировать. В сумме должно получиться 100. Энергию. Пока только энергию. Получилось? Потом соедините эти цифры, и у вас получится вот эта модель, так называемая модель баланса. Ну, пунктир не обязательно, просто соедините их, и все. Я вообще не знаю, почему здесь пунктир, но, в общем, просто какое-то подобие ромбика. Да, хорошо. Получилось? Все? Кому надо больше времени? Все. Теперь смотрите, теперь следующий момент. Вам нужно теперь объединиться в маленькие группки, ну, давайте по четыре человека. Вот, да как сидите, как мне так удобно, развернитесь друг к другу, чтобы вы могли чуть-чуть поговорить и модель свою вот эту показать. Сейчас, еще буквально, я сейчас махну, и вы начнете, подождите. Ну, чтобы смысл был у этого общения. Значит, цель вот какая. У вас сложилось какое-то представление о так называемой своей модели баланса, правильно? Да, сейчас поговорите, подождите. Да, да, да. Вот, да. Заряд. Так вот, ваша задача сейчас внутри, вот, в вашей группе поинтересоваться, по какой причине человек поставил, вот, там, процент 20, там, или 30, а не 5 или, там, 25, да? Ну, то есть, грубо говоря, попробуйте подумать и сказать, что вот я поставил на тело, например, там, не знаю, 15 процентов, потому что и у вас есть какой-то набор индикаторов, что вы вложили туда сил, и в процессе у вас может появиться мнение, что не, я, пожалуй, переоценил или недооценил, да? Вот. И, вот, допустим, сферу тела быстро кружочек прошли, второй, третий и четвертый. Убеждать, нет, у тебя не так, должно быть, не надо, никого лечить не надо, не все, не корректируйте, ничего, вот этого делать не нужно. Но у вас может появиться представление, что модель должна быть чуть-чуть другой, причем, еще один момент, это фотография текущей вашей жизненной ситуации. Не как оно должно быть, не как я хочу, а вот как оно на этот момент времени. Понятно? Все, давайте. Ну, давайте минут, минут десять на это. Ну, давайте. Давайте. Продолжение следует... 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 Да, вопрос такой. Так как относиться, хорошо или плохо? Вот есть такое мнение, что если удобно и хорошо, то хорошо, если неудобно, то плохо. Ну и да, и нет. Иногда человек, как в том анекдоте, пью-пью, а мне все хуже и хуже. Он думает, что хорошо, но он уже тепленький. Итак, вот это все может быть иногда лучшее, что вы вообще можете делать. Почему? Вот это у вас сфера деятельности. Это похоже, например, на модель баланса студента в период сессии. У вас аврал, вам надо решить задачу, все дела надо бросить, никуда не хожу, не гуляю, ни по каким клубам, ни шерахаюсь. Я решаю задачу, через неделю-другую задача будет решена и модель баланса изменится. Например, это означает, что вот эта картина временная, она обусловлена текущей жизненной ситуацией, и это лучшее, что я могу сделать, чтобы решить проблему. А вот если вот эта картина превращается в стиль жизни и длится, скажем, больше, чем шесть месяцев, сейчас у некоторых пробежали мурашки, да, после, вот, то тогда у вас проблемы, пока мы об энергии говорим. То есть, что это значит, что если у вас вот такое распределение сил больше, чем шесть месяцев, скорее всего, серьезно больше, то это означает, что у вас есть три довольно дефицитарных сферы жизни, правильно? Ну вот они. Скорее всего, вот здесь вы прогрессируете, у вас что-то получается, ну вы все время работаете, наверное, у вас там какой-то толк должен быть. Вот, там вас хвалят, вас там что-то грамоты дают. Вот. Ничего плохого там нет. Проблема возникает в том, что если вы это делаете долго, то ваше тело как-то рано или поздно даст вам понять, что что-то ему не хватает. Оно не досыпает, не доедает, там что-то болит, холит. И, в общем-то, довольно легко может уложить вас на лопатки какими-нибудь с жалобами или симптомами, да? Ваши друзья, контакты тоже дадут о себе знать, потом перестанут давать о себе знать, все равно никуда не ходите. Никто вас не зовет, ни на какие вечеринки, все уже забыли, как вы выглядите, потому что вы всегда заняты, да? Есть такая угроза. Сфера смысла, в общем-то, тоже под угрозой, потому что все ваши инвестиции вокруг вот этой области, тут вы молодец, но если, не дай бог, что-то такое случилось, и вот эту вот область взяли и прикрыли, ну, сказали, все, извините, банки нам больше не нужны в этой стране, ну, к примеру, ну, что-нибудь такое, то есть ли что-то другое, какой-то альтернативный план, альтернативные цели жизни, которые удержат вас на плаву? Если вот тут ничего нет, то считайте, что у вас такой плот с четырьмя воздушными подушками, где вместо трех подушек воздушные шарики и только одна подушка, которая вот-вот лопнет. По логику следить, да? То есть, другими словами, когда речь идет об образе, о стиле жизни, она предполагает, что у вас есть время и силы на то, чтобы заниматься ресурсами своего тела здоровья, потому что с возрастом тело меняется, и эксплуатировать просто ресурс молодости все время не получится. Ну, надо там иногда, в общем, заботиться. Близкие тоже отношения, которые надо поддерживать, особенно если вы часто путешествуете. Вот обратите внимание, что в нашей культуре сейчас людей, которые часто путешествуют, людей, у которых есть друзья с детского сада, почти не осталось. Ну, и мало таких людей, правильно? Потому что папа, мама уезжали все время, меняли школы там, ну и так далее. То есть, мы такие граждане мира, легко путешествуем. Вот поэтому нужно уметь заводить новые контакты, новые знакомства и требует компетенции. С одной стороны заводить, с другой стороны поддерживать. Вот. И есть еще одна подстава здесь, что если вы вот здесь вот всегда молодец и все время вот сюда вкладываетесь, то вы окружаете себя людьми, которые, собственно, это только и умеют ценить. А вот эту часть вашей жизни они же вообще не знают. Они знают, что вы умеете что-то делать, что вы надежны, что вы денег займете. Ну, в общем, а вот насколько вы быстро бегаете там и умеете костер зажигать, ну нет. Никто не знает этого, да? Вот. Вот это и называется модель баланса, да? Что она означает, что правда в определенный период жизни у вас она должна меняться. То есть, если такая модель у вас в рабочий месяц и выходной одинаковая, то вы вообще в опасности. То есть, означает, что, к примеру, смотрите. Вот вы сказали, должна быть какая-то идея баланса. В принципе, да. Естественно, что она не будет такая статичная. Например, вы оглянулись на год назад и посмотри, как я прожил этот год. И вы видите. Ну, тело здоровья поддерживает, там, никакими новыми болячками не оброс. В принципе, там, как-то собой занимаюсь. Ну, все, неплохо, да. Или наоборот. Болею бесконечно, ногти сыпятся, волосы выпадают. Ну, в общем, что-то не то. Надо чем-то, надо что-то делать. Или посмотрел, друзей нет, старых утратил. Тоска, никому не позвонил. Да, ни хобби, ни увлечений нет. Нет ничего такого, чтобы не сло с работы и хотелось этим заниматься. То есть, вообще, есть у вас какая-нибудь страсть, увлечение, хобби за пределами работы? Если есть, молодец. Если нет, то надо насторожиться. Еще Фрейд говорил, хочешь заниматься психоанализом долго, не занимайся только психоанализом. То есть, что-то должно быть еще. Теперь, вот вопрос следующий. Давайте теперь, вот прям там же, вот на этих же ромбиках, нарисуйте распределение времени. Время. Ну, энергия и время не одно и то же, правильно? Только вы возьмете время тоже за 100%, чтобы у нас система одна была. То есть, не надо там вычитать часы, сколько я сплю, то есть, этого не нужно. Вот у вас есть ресурс времени 100%. А вот ресурс времени 100%. Слышали вопрос? Да. Владимир сказал, чтобы вы к медведям был. Я считаю, что это хорошо. Восемь. Сон, дорогой? Я думаю, что это среди времени времени. Да, посмотрите. Это один из реформ. Да, да. Поэтому вы берете то время, которым вы распоряжаетесь. Например, у меня есть там один знакомый, который помешан на сне. Вот сон должен, вот 8 часов вынь да положь, должен спать. Вот просто он там организует, если не доспал, переживает, там и думает. Ищет. Ну и так далее. Вот, то есть, человек невозможностью поспать себя дополнительно загоняет в какой-то дистресс, начинает там волноваться, там, в общем, пить какие-то таблетки. То есть, мы берем то время, которое у вас есть, ресурс времени. И если вы не организуете себе сон намеренно, так, про списание, так, сон, все, все ушли, выгнали, все, легли спать, то тогда не надо это считать. Да. Все, вы возьмите и ресурс ваше время и распределите на этом же, на этой же системе координат, ну, там, пунктиром, например. Прямо сделайте это прямо сейчас. Ну что, сделали? Ну, мы не будем устраивать дискуссию из этого в группах, но, тем не менее, вот, нарисовали, да? Можете поделиться каким-то своим наблюдением? Насколько они, да, пожалуйста. Большая разница между энергией и энергией. А можем нарисовать? Энергии, энергия, время не совпадают, да? Да. Давайте. Ну, можем просто другой цвет возьмем, да и все. Это энергия сейчас. Да, энергия. Сколько процентов? Спасибо. Итак, посмотрите, что получилось. 35 на контакте, 35 на работу, 10 на вопрос смысла и 20 на стороне. Вот такая модель. То есть, что может сказать? Ну, там больше и общительный работящий. Тело тоже получает внимание. Эта сфера получает меньше. Кто сказал, что должно быть иначе. Если, например, у вас цели жизни определены и вам не надо их искать, вы, естественно, туда не инвестируете. Это как вы хотите проложить путь навигатора. Сначала вы тратите силы, чтобы найти место, куда добраться, а потом вы просто едете. Вот так и здесь. Так, теперь время. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добро points ДimaTorzok Д 앉ак Дой Stefan ДimaTorzok Друзья, у нас пока меняет микрофон.